...для бизнеса. Уважаемые дамы и господа, представляем ваше внимание фигуральный бой. Чемпионат России по смешным боевым единоборствам весовой категории до 93 килограммов. В синему ринга спортсмен представляет Московскую область. Приветствуйте, Магомед Исмаила! Магомед Исмаил Магомед представляет команду Golden Team Московской области. Сотрудник у меня очень хороший. Начало продвинуться меньше. Магомед Исмаилов, Московская область, мастер спорта международного класса по боевому самбо. Человек, имеющий два представленных боя для ее победы. Опытный боец. Человек, который, конечно, будет иметь огромную поддержку зрительских трибун. Вот у Москвы все-таки представитель Московской областной федерации смешанных боевых единоборств. Ее базовый клуб это Golden Team. Главным тренером которой является Владимир Осия. В Мытищах находится? Да, находится в Мытищах. И вот президентом этой федерации является Виталий Жмак. Привез тоже очень сильную сборную на этот турнир. Но финал пробился только Магомед Исмаилов. Вы знаете, полуфинал был абсолютно невероятный. Ага, и вот Алексей Ильикова тоже хорошо знает. Был очень... Вот полуфинал такой, как вот здесь первые три финала мы увидели. До конца с экстра-раундом Магомед Исмаилов на морально-гулевых вырвал победу. Ну и весовая категория до 93 килограммов. Очень хороший, серьезный боец. Посмотрим, как сейчас проведет бой. С такой гематомой он выходит уже нарядный прямо перед этим. Тем более, что, ну, вы знаете, чемпионат России, как и по всем видам спорта, довольно скоротечный. Не все надо успеть затягиваться. Магомед Исмаилов, он представляет Московскую область. Ну что ж, да, Московская область сидела за чемпионским титром. И это чувство зрителя. Расшид Юсупова, я думаю, на этот счет свое мнение. Абсолютно точно. И оно однозначное. Я Юсупова, что представляю сборную Дагестана по ММА. Я рад, что попал на чемпионат России по ММА в финал. Надеюсь, победу и представляю сборную Дагестану на мировой ремень. Дагестану на мировой ремень. Дагестану на мировой ремень. Мастер спорта Большу Санита Рашид Юсупов, Республика Дагестан. Московская область, Республика Дагестан. Спортсмен в синем углу ремень, 26 лет, вес 92 кг, рост 178 сантиметров. Его соперник Краснодар будет 20 лет, вес 93 кг, рост 190 сантиметров. Магомед Исмаил против Рашида Юсупова. Рефер-бринги Вячеслав Киселев. Из 62 региональных представительств Союза ММА России, из огромного количества сборных, приехавших на этот турнир 164 спортсменов, всего 7 регионов смогли пробиться. Мы надеемся на то, что после вот этого чемпионата, такого яркого, такого красочного, такого великолепного, спорт начнет развиваться во всех субъектах нашей страны, во всех ее уголках. Мне судейская работа, нравится, что Виктор Калинин, что и Вячеслав Киселев, два судьи международной категории, очень приятно работают. Хорошо, что у нас есть подобные арбитры. И вот на следующий чемпионат будем надеяться, что еще больше будет конкурентоспособных бойцов, которые будут готовы биться за звание чемпиона России по смешанным боевым единоборствам. Ну а сейчас Магомед Исмаилов, Рашид Юсупов. Александр, никто же не мешает тренироваться. Другое дело, насколько ты готов далеко идти. Тренироваться никто у нас не мешает. И даже будут создаваться для этого все условия, будет проводиться большая работа во всех регионах. Если именно Олимпийским комитетом, прежде всего, признаны как вид спорта, значит будут работать. Здесь будут звания министров спорта и прочее, прочее. Сейчас про это придет. Да, Вячеслав говорит, надо работать активнее, но парни понимают, что напротив стоит очень серьезный оппонент, который провел четыре схватки для того, чтобы дорваться до этого. Вот смотрите, да, лол. Пытается Магомед пройти. Пытается прихватить. Рашид, да, Рашид отходит. Попытка пробить. Вот Магомеду Исмаилу удается захват. Чтобы бросать, и вперед в партер. Сотраем ног, два балла. Так, Рашид защищается, не дает занять Магомеду положение сбоку. Ну, тут вот как раз именно данные будут в какой-то степени играть за Магомеда Исмаилова. Он чуть более коренастый, чуть более низкий, соответственно, более короткая мышца. Ну, и вы обратили внимание, да, при одинаковом весе он физически... Посмотрите, как зацепился Рашид Юсупов. Вы посмотрите, как... Отошмет, просто да, Александр. Это вопрос времени. Ну, насколько вот... Конечно, а зачем его на себя пускать, вот эти 92 килограмма в бокс? Да, конечно. Поскольку вот он все... Здорово сейчас вот сопротивляется, не дает проводить... А вот здесь, обратите, вот здесь для наконечности играет уже за Рашида. Да, Магомеду не подобраться, Рашид его не пускает просто к себе. Магомед пытается что-то придумать, и, похоже, придумывает. Нет, Рашид встает, и сом атакует. Вот здорово, хорошая атака. Рашида Юсупова, зацеп от Магомеда Исмаилова. Прихватка ганатов, да. Вячеслав Киселев ударяет очень быстро. Снизу, снизу, колено работать. По бедрам, по бедрам коленами. Бойцы в колене сейчас. Вот сейчас колено проверяем. Посмотрим, что там тренеры, кто кому советует. Стоим, 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 ты можешь стоять. Хорошая возможность вот этого мультиэкранчика, когда... Руками вообще не работаешь, Магомед. Работай руками. Очень спокойно так, как будто не финал чемпионата этой страны. Работай руками, что ты делаешь? Саила Лаудинов. Да, само спокойствие, хотя внутри это просто такая буря, что... О, я видел, как он переживает за своих спортсменов. Давай, давай, поджимай, поджимай потихоньку, поджимай. Когда беседуешь с выводящими и с тренерами, он говорит, проще самому выйти. Проще самому выйти, встать в угол. Хорошо. Подтвердит кто угодно, кто в этот раз был в этой роли. Это твой ученик, победитель твоего отборочного турнира. Боец, выступающий за твою сборную, стоит на ринге. Такая вот просто буря клокочет внутри. И ведь нужно не дать выхода эмоциям, нужно ведь грамотно ему подсказывать, смотреть за ошибками, чтобы ни одна ошибка не стала роковой. Знаете, я очень уверен, без какой-то лишней СВТ Рашид Юсупов защищается, и сейчас у него есть возможность начинать подключать колени. Ну, висит на нем буквально. Ну, Магомед Смелов это понимает. Как бульдог Магомед, не давая развернуться, не давая задействовать именно свои длинные рычаги. Смотрите, да, сопротивляется от бросков. Он понимает, что переводы в партер, и вот опять захват каната был запрещен. Здесь, смотрите, да, пытается треугольник накинуть. Да, что касается тренеров, что касается тренерской работы, вот не могу не отметить, на этом турнире великолепно просто проявил себя Ислам Каримов, главный тренер клуба «Легион» Ростовской области. Он просто каждый поединок, каждое движение практически въел бойца. Благодаря ему ребята смогли добиться до достаточно все-таки высоких стадий. Молодые интересные ученики. Опять выходит, вы посмотрите. Как уверенно, как легко. Рашид Рашид Юсупов, да, выходит. Да, вот будет атаковать стойки и свои сильные стороны включать. Магомед Исмаилов сейчас бьется за всю свою сборную, сборную Московской области. Там тоже были очень хорошие ребята. Ислам Гугов был там, многие мастера признаны. Но не дошли до финала. Исмаил Магомедов за этих парней выступает сейчас здесь. Еще раз присадил на пятую точку Магомеда Рашида. Но здесь не получается. Нельзя сказать, что не хватает умений. Нет такой нацеленности, что ли. Чтобы во что бы то ни стало добраться. И сейчас попытка забраться так аж через ногу будет любопытно. Расковать смысла нет Магомеду. Он будет нарабатывать баллы. Его огромный шепот позволяет ему атаковать с разных положений. Брать активность. Брать активность, не форзировать события. Да, выхватывать концовку. Ну, что можно сказать, ну раунд за Магомедом. Да, раунд за Магомедом может быть не слишком зрелищно, но довольно нервно по той причине, что здесь, конечно, не то, что Рашид Юсупов ничего не сделал. За счет своего мастерства Магомед Исмаилов ничего ему не дал сделать. Поскольку перестреливаться с ним на дистанции с Рашидом, а смысл? Никакого абсолютно. Да, кто уже рисковал, тот падал. С Рашидом Юсуповым перестреливаться. Первый бой он вообще отработал. Вот именно как опять же забит Магомед Шарипову, великолепную работу в стекле с серийными ударами. Просто расстрелял своего оппонента без единого шанса. Когда открывал этаж, стало понятно, что этот парень далеко пойдет. А дошел он же до финала. Ну вот как раз показывает прихват. Это карается. А вот это может, да, еще один прихват. И Вячеслав Киселев точно достанет желтую карточку. И тогда уже... На минус балл. Рашид Юсуп уже не останется. Просто варианты выигрывать досрочно. Ну что ж, посмотрим, что в углу придумали сейчас тренеры клуба «Горец». во главе с Мусилом Алаудиновым, Шамилем Алибатыров. Какие наставления дали, как работать? Там, да, там специалистов хватает в углу. Я думаю, что рецепт, ну как кажется, что видно со стороны. Надо делать что-то самому. Нет, теперь уже вода такой. Соперник тебя давит совершенно откровенно. Он тебе не дает работы. Значит, надо что-то изобретать. Или резко прибавить в движение. Что для полутяжа является проблемой. Да, совершенно верно. Или попытаться настроиться, попытаться резко сразу включиться в начале. То есть попытаться передавить, чтобы соперника заставить защищаться. Но это, знаете, это теория. Пока ты там не стоишь, наверняка это сказать нельзя. А совершенно, ну, стопроцентно тебе на это ответить. Может, сам спортсмен, но его не спросишь. По крайней мере сейчас. Ну что ж, второй раунд. Будет надеяться на нокаут, будет выцеливать. Конечно. Рашид Исупов сейчас сам будет атаковать. Вот и да. Вот атаки, да, смотрите. Руки-ноги проходят. А вот ответ от Магомеда Исмайлов. Говорит, а я тоже умею вот так вот. Могу тоже жестко пробить. Ага, начинаем работать по передней ноге. Логично. Колено. Хорошо для Магомеда, что не попал. Ну да, потихоньку уже начинают выстреливать в переднюю ногу Рашид Исупов. Возможно, именно в этом, да. Сойдет еще один внутренний лоу. Ну да, так поднабивать, поднабивать. И соперника нервировать. И прикармливать, что называется. Вот туда. На нижний уровень показывать раз за раз милого, а также готовить что-то на руках. Сделать обманку, да. Ну вот, смотрите, вот Магомед. За счет физической силы свалит. Да, конечно, физика у Магомеда великолепная. Здесь особо ничего пока не получается, но при этом здесь-то время играет на него. Полторы минуты, второй пятиминутки уже прошло. Активности пока той, которая позволила бы сказать, что Рашид Исупов здесь будет лидировать, нету. И мы с вами это видим. И он там процентов 90, наверное, времени просто защищается. А вот эти удары по корпусу, это тоже баллы. Удар в корпус партере, два балла. Что в голову, что в корпус. Только, в общем, большой разницы-то и нету. Да, совершенно верно. Акцентированный удар с нанесением ущерба оценивается. Вот сейчас, да, даже может и в маунт пройти. И Магомед Исмаилов изо всех сил Рашид сейчас упирается, не дает это сделать. Пока, ну, положение все равно тяжелое для него. Магомед Исмаилов уверенно. Ну, лежать вот под этими хаммерфистами, это удовольствие, уж поверить, и ниже среднего. И приходится думать о нескольких вещах сразу. Как бы человека не пропустить в маунт, как бы не подставить голову под то, чтобы по ней вот так вот не настукивали раз за разом, ну и раздражать, да и больно. Да, ну, что пытается пролезть, да, вставляет в колено. Не вышел, но сумел... Да, сумел Рашид вот в гард застегнуть Магомеда. Будет держать, да, подсказывает. И хорошая именно тактическая работа против ударника. Как говорят как раз мастера партера... Да, затаскать в партер, замучить там со страшной силой. Чем больше ты находишься в партере, если ты хорошо борешься, тем более это выгодно тебе. Да, ну вот... Если против тебя стоит ударник, любая секунда, проведенная им в партере, без активных действий, вот ему минусы, он встает. Внимательно! Бой! Пошел сам! Сам пошел! Сам пошел, но правильно, правильно. Надо, конечно, самому что-то делать. Надо, надо, надо работать. Ну, попробуй. Надо ворваться, да, вот. Две минуты еще остается. Есть, у Рошида еще время. Есть, есть, есть... Чем побеждать, да, есть все для этого, но у него еще есть и соперник. Магомеда Смайов намерен выиграть. И совершенно спокойно обратите внимание, отдает шею. А вот, да, вот опять... Так, вот, все, желтая карточка, да, все-таки... Все-таки, да, желтая карточка, захват канатов. Нет, не будет. Пока устная. Опять устное предупреждение. Мне показалось, что за карточкой уже полез в карман. Да, вроде как полез за карточкой напередумал. Пожалел. Пожалел, да. Потому что там подхват по две хорошие. А вот хорошо, да, сконтрил, накрыл. Ну, посмотрите, как вот проходит. И смотрите, вот она мощная карман. Проходит, да, Магомеда Смайова по пять. Да, перевод партер. За счет вот этой мощи совершенно спокойно, при одинаковой весовой категории, оно просто передавливает. Ничего, казалось бы, голая техника и вот эта сила. Соперник, причем там, он борется, ну, как минимум, не хуже. Он не лежит мешком, ничего там не происходит. И его просто вот сносит, вот в одну сторону практически. Вот попытка дотянуться в прыжки. Вроде бы дотянулся даже. Да, что-то там попало. И в любом случае это активность, в любом случае это балл за сваливание партера. Да, и Магомед вот в маунт вперед. А маунт, ну что, по праву, не освободит. Здорово, Рашид, все-таки не пускает. Последних сил. 20-летний парень отбивается. Для него, Александр, для него, если бы сейчас запустить маунт, да на коротком рычаге он его расстреливать просто будет, тем более, чтобы все-таки подустал. Абсолютно верно. Вот не хватает именно техники. Защищаться в партере умеет, но не хватило ему именно судя... Ну, пока, потому что мы с вами видим. Не хватило делать что-то своего. Одной защитой поединок выиграть невозможно. Можно сколь угодно долго сопротивляться, не давать сопернику работать, не давать наносить себе каких-то чудовищных повреждений. Но в конце второго раунда все-таки есть фуллмаунт. И поединок здесь можно. Практически в одну калитку. Ничего не получилось у Рашиду. Мы понимаем, что, да, вот видим, как Виталий Жмак в углу аплодирует, он понимает, что, скорее всего, это победа для Московской областной федерации, для команды Московской области, это, скорее всего, золото. Ну, не все же в Ленинградскую область увозить. Александр, хватит. Не надо быть таким жадным. Только я абсолютно. Так и я ожидаю. Я жадный, зато от чистого сердца. Хотя бы я и жадный, зато от чистого сердца. Герой легендарного мультфильма впадал пошлогодний снег. Нет, мы абсолютно не жадничаем. Мы за спортивный принцип. Ну, по делу же главное. Можно подумать, здесь кто-то кому-то какие-то медали дарит. Нет, дорогие друзья, тут так не бывает. Никто никому здесь не собирается. Здесь все рабочее, все абсолютно по делу. И пока лично у меня, не знаю, как у вас, дорогие друзья, у вас, конечно, свое мнение. Претензий к судейству нет. Ну, единственное, что ожидаю, только пучку я бы дал. Магомед Исмаилов. Да, мой зал взрывается аплодисментами. Магомед Исмаилов, Московская область, чемпион России, в весовой категории, дадим, структура. Магомед Исмаилов. Московская область. Благодаря, друзья, мы сегодня участники замечательного события. В России, в нашем национальном стране всегда единоборство были очень уважаемыми в почете. Но всегда за каждым видом единоборства стояли люди, энтузиасты, которым хотелось подражать. Я еще раз поздравляю Федора Ерелянкина, наградного чемпиона мира, с этим знаменательным событием. И хочу сказать ему спасибо, что сегодня миллионный мальчишек хотят подражать ему и быть похожим на него. Сергей. Спасибо. Аплодисменты наших спортсменов. Спасибо, ребята. Спасибо. Аплодисменты наших спортсменов. Аплодисменты наших спортсменов. Спасибо. Аплодисменты наших спортсменов. Субтитры сделал DimaTorzok